Так, раз-раз всем привет! Зовут меня Лохтеров Вячеслав, я сотрудником ГТУ Винни Баумана, скороприемная комиссия, вот наш сайт. Если кто-то собирается поступать, милости прошу. Также параллельно я являюсь сотрудником замечательного учебного центра «Специалист» и сегодня проведу вебинар, посвященный работе с хранилищами в Kubernetes. Если вам понравится вебинар, вы захотите у нас учиться, то проще всего это сделать через сайт. Значит, у нас крупнейший центр с огромным количеством курсов, и в том числе есть курсы по DevOps, направление наше сегодняшнее. Вот, и в частности, вебинар, который я буду записывать, является фактически продолжением. Вот, можно открыть путеводитель по курсам DevOps. Является продолжением практического курса по DevOps уровень 2 использования Kubernetes. Так что, если вы будете учиться на нашем курсе, то эти лабы вы сможете сделать прямо непосредственно в рамках курса. Либо, если вы уже учитесь у нас, то берите в руки мышки, повторяйте вслед за мною, Вот, ну и информацию обо мне можно найти, например, на странице курса по DevOps. Вот здесь написано, кто я такой с точки зрения центра обучения. Значит, я тогда выключу камеру, чтобы побольше места осталось для полезной информации. Вот, и подключусь удаленно к системе, так как это делают наши слушатели. Занятия у нас могут проходить и очно, и удаленно. В любом случае, за слушателем закреплена рабочая станция, где все будет проходить. Значит, для своих занятий я использую методическое пособие Viki Val BMS.ru. И сейчас мы откроем, как бы, ссылку на вебинар в разделе «Курсы. Материалы по методике чтения курсов». Вот, здесь большое количество курсов. Можно посмотреть план лабораторных работ по каждому из них совершенно бесплатно. И в том числе и публичные мастер-классы, которые я готовил. Вот, последняя из них – работа с хранилищами в Kubernetes, собственно, открываемого. Значит, исходное состояние – это конец курса DevOps 2, как у нас его называют, использование Kubernetes. У нас уже имеется развернутый Kubernetes. К развернутому Kubernetes я подключаюсь через менеджмент-станцию, так называемый сервер управления. Вот, и, собственно, имеется даже два кластера Kubernetes. Значит, по сценарию курса есть такой некий тестовый и продовый. Вот мы сейчас увидим с вами продовый кластер. Вот, ну, продовый кластер отличается тем, что, если вы делаете, то вам надо узлы остановить и на каждый узел назначить по 4 гигабайта оперативной памяти, потому что иначе, да, вот видите, 4 гигабайта, да. Так, а тестовый кластер я даже выключил, потому что по сценарию он будет использоваться, и хочется, чтобы он был надежно выключен, чтобы никаких шансов, что какая-то информация на нем будет не было. Значит, Vagrant используется для управления тестовым кластером, вот, и, собственно, такой вот командой мы его остановили. Вот, ну, а продовый кластер – это мысленно-железные машины, мысленно-железные машины. Ну, это важный момент, потому что, действительно, на железных машинах все гораздо интереснее. Ни снапшотов тебе, ни откатиться нельзя, в общем, надо быть внимательным. И, собственно, слово «паразит» мое любимое. Переходим к тому, что необходимо развернуть в кластере замечательное приложение, которое называется KeyClack. Что такое приложение KeyClack, вы можете посмотреть на предыдущих вебинарах. Вот здесь вот показан вариант, используя KeyClack в качестве OpenID сервера. Вот, а этот вебинар является рассказом о том, как предоставить доступ вообще к веб-приложениям в Kubernetes. И наш третий вебинар как бы совместит эти вебинары. Развестим KeyClack, предоставим доступ, да еще посмотрим, как это делается в Kubernetes и какие варианты существуют. Поэтому, кстати, чаты я не вижу, поэтому будет у нас секция ответов и вопросов. Если что, то пишите вопросы, я потом их огляжу. Так, ну хорошо, хочу установить KeyClack в Kubernetes. Открываю Google, пишу KeyClack, пробел Kubernetes или Kubernetes и нахожу статью, что существует компания BitNami, которая любезно для нас предоставила HelmChart для создания, для развертывания KeyClack. KeyClack, еще раз, это приложение для аутентификации. Замечательной его особенностью для нашего вебинара является то, что этому приложению требуется Postgre и Score server, ни много, ни мало. А раз требуется Postgre и Score server, то, соответственно, где-то этот Postgre и Score server должен свои данные хранить. Значит, можно почитать документацию, а можно просто из Helm получить манифест вот такой вот командой. И разглядев этот манифест, увидеть, что для работы KeyClack требуется Postgre и SQL, а для Postgre и SQL требуется Persistent Volume размером 8 гигабайт. То есть реально я просто посмотрел на манифест, описывающий развертывание этого приложения в Kubernetes. И вот Persistent Volume Climb нашел и 8 гигабайт. И если это делать по старинке, классическим способом, то мы так и сделаем. Да, коллеги, микрофоны тогда с вашего позволения прошу выключать, чтобы в записи не было лишнего. И в конце будет секция вопросов и ответов, можно будет поговорить, обсудить что-нибудь. Спасибо за понимание. Так, Volume. Значит, можно сделать все руками. Поскольку у нас учебный вебинар, то рассмотрим все варианты. Вот первый вариант. Узнав, что требуется 8 гигабайт, мы находим какой-нибудь узел кластера. Я сразу скажу, что здесь будут большие длительные процессы, в течение которых я буду рисовать подробности, чтобы скорее их стартануть. Сейчас представьте, что у нас есть кластер. И, соответственно, там есть три узла. И мы на одном из узлов сейчас разместим данные будущего Postgres'а. Создадим Persistent Volume. Прямо вручную возьмем редактор, возьмем знания, полученные уже на этом курсе темы. Вот, создаю Persistent Volume. Значит, трехузловой кластер. На третьем узле я решил размещать данные. Потом объясню, почему на третьем узле. Значит, Read, Write, Once режим будет, потому что это субэдэ. Один раз, получив этот Persistent Volume, экземпляр будет работать только единственный с этим набором данных. Значит, 8 гигабайт, как заказывали, делаем. Значит, что еще? Storage класс указывать не будем. Потом поговорим немножко, что это такое, но не сейчас. Вот. Ну и название сделаем Persistent Volume соответствующее. Значит, на третьем узле будет Persistent Volume. Вроде бы все, вроде бы все вверх. Так, применяю манифест, описанного, описывающий Persistent Volume. Вот. И сразу же создаю, сразу же состою. Значит, здесь можно разглядеть, да, что это должен быть каталог диск 2 на третьем узле. В общем, сейчас быстренько создаю этот каталог. Создаю этот каталог. И даю на него права. Достаточно для того, чтобы любой под мог туда писать. Поэтому, поэтому вот такой вот командой. Так. Ну, возвращаюсь на станцию, на узел, на котором осуществляю. На развертывание кейк-клакка. И возвращаюсь, собственно, в сам кейк-клак. Значит, посмотреть вэльюсы или значения, которые могут быть настроены в подготовленном для нас компании BitNanomy HelpChart. Можно, например, вот такой вот командой. Здесь у нас, получается, сейчас все возможные вэльюсы. Ну, а я, готовясь к вебинару, подготовил файл, содержащий только нужные нам вэльюсы. Ну, и в двух словах, что здесь у нас будет. Значит, здесь у нас будет определенная версия. Здесь у нас будет учетные записи суперпользователя. На начальном этапе они будут сгенерированы. Здесь будет вопрос доступа к этому приложению в Kubernetes Cluster. Ну, нарисую картинку, когда процесс у нас длительный начнется. Значит, параметры Ingus Controller, HostName. Вот, и оставлю пока закомментированную часть значения, о которой буду рассказывать чуть позже. Ну, а сейчас достаточно этих параметров можно применять. И вот такой вот универсальной командой запускаю процесс, который продлится достаточно долго. И за это время мы постараемся его не терять. Постараемся его не терять, постараемся его использовать. Значит, устанавливается приложение... Ну, давайте я Enter нажму, да, чтобы процесс уже пошел скорее. Значит, устанавливается приложение вот с таким вот названием у меня будет в кластере называться. Беру свой файл вылесов, как только что мы их обсуждали. Значит, весь остальной чарт беру прямо с сайта компании BitName. Создаю namespace. И, в общем, он у нас устанавливается. Можно посмотреть процесс установки вот такой вот команды. Да, можно прям наблюдать, как там происходит. Вот, можно посмотреть, что с нашим Persistent Volume происходит в кубе. Вот, видно, что Persistent Volume уже у нас в стани-баунт. И сейчас, и сейчас у нас происходит создание контейнера по сгре SQL. Разворачиваться он будет на узле кубе 3. Там же будет запускаться кейклак. Ну, в общем, процесс идет. Пока процесс идет, самое время нарисовать схему стенда. Поэтому, где мы вообще и что, я хочу рассказать. Значит, мы находимся сейчас на предприятии. Значит, на предприятии развернут трехузловой кластер. Трехузловой кластер. Ну, трехузловой, чтобы побыстрее курсы проходить. Здесь трехузловой кластер, соответственно, с названиями узлов. Кубе 1, кубе 2, кубе 3. Кубе 1, кубе 2, кубе 3. Ну, пускай в таком порядке. Кубе 3. Наоборот, будет, да. Так, имеется менеджмент станция, которая, в общем-то, с нее и разворачивали этот кубернатус и так далее. Менеджмент станция будет называться сервер. Не будет называться, да, называется сервер. Она использовалась как система Ansible Kube Spray, в частности, и так далее. Разворачивала эти узлы кубернатус. Так, и кластер Кубернатус также отделен от сети предприятия, от остальной системой Gate. Системой Gate. Системой Gate. Не будем здесь рассматривать отказоустойчивость этого шлюза. Она рассмотрена на предыдущем вебинаре. Соответственно, локальная сеть нашего предприятия, пускай будет, пускай будет, да, называться локальная сеть. Лам. 192.168. Ну, у меня 13-я, я буду рисовать здесь реальный. 13.0. Слыш x. Или x. У каждого администратора своя сеть. Так, далее. Доступ к нашему кластеру осуществляется снаружи или из сети предприятия. Тут можно разные там. Значит, это вот там, может быть, не Лан, даже, может быть, наверное, Куби-Лан будет сеть, да. Куби-Лан. Куби-Лан, Куби-Локальная сеть, да. Вот. С этой стороны у нас сеть предприятия. Но самое главное, что с этой стороны есть рабочая станция, которая играет роль рабочих станций пользователей, на которой работает там Windows 10. Вот. И с этой рабочей станции мы, собственно, будем попадать к приложению KeyClack, которое работает, ну, не попадать, а использовать там. На самом деле все остальные приложения тоже можно здесь разместить. Вот. И эта рабочая станция Windows 10 у нас сейчас, вот она, запущена. Ну, и чтобы время не терять, я установлю на эту рабочую станцию браузер, потому что по сценарию еще даже не понадобился какой-то браузер отличный от того, который по умолчанию, ну, для приложения типа KeyClack, там уже развитый веб-интерфейс, браузер понадобится. Поэтому, пока у нас процесс идет развертывание, кстати, пасгресс уже запустился, видите, ждем, что KeyClack запустится. Так, соответственно, мне понадобится имя в DNS. Да, давайте в DNS имя пропишем. Здесь, опять же, если вы учитесь на курсе у нас на втором, то знаете про то, что на каждом предприятии имеется свой DNS-сервер. Так, ну, и доступ у нас будет через хпрокси. Все, что было на предыдущем вебинаре, да. То есть здесь у нас работает хпрокси. Хпрокси. Вот. И раз уж я видел с вами IP-адрес, то давайте его тоже запишем, чтобы у нас был. И IP-адрес локальной сети, да. Так, локальная сеть или внешняя сеть, как хотите ее называйте. Значит, 100, там может быть, 1, 172, 16, 1, 0, разделить на 24. И 254-й адрес как раз у нашего хпрокси. Точка, нет, точка x, точка x, 190, 20, 168, 1, x у хпрокси. Так, ну, все, пока с адресами все. Так, ну, и, соответственно, я установлю браузер, который сейчас понадобится для проверки связи с развернутым в кубернете кейклаком. Ну, и для этого, наверное, включу буфер, 200, двунаправленный буфер, и возьму в качестве ссылки. Так, вот здесь у меня где-то была ссылка. Так, ставим браузер хром. Так, смотрим, что у нас там с кейклаком. Так, сам кейклак еще не запустился. В принципе, можно посмотреть логи. Логи, да. Соответственно, лога. Дальше кейклак. Минус F. Посмотрим в онлайн, как он там справляется. Все, конечно, не очень быстро, но ничего не поделаешь. Так, за это время хром у нас должен установиться. Так, ну и пока ставятся здесь адреса, попишу, да. Значит, в локальной сети у нас получается первый IP-адрес у нашего шлюза. Еще раз, предыдущий вебинар рассказывал, что ставим два шлюза. Там кипалаев, отказоустойчивость. Посмотрите, тоже все интересно. Так, у сервера у нашего 10-й IP-адрес. 10-й IP-адрес. Так, ну кубернетиса 203, 203 по 201. Так, кстати, набрал, 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 набрал. Такие 220. Так, ну я все отвлечь пытаюсь. Что у нас получается? Этот под упал, да, не денициализировался. А чего? Так, давайте посмотрим. Так, да, все-таки он рестартанулся 65 секунд назад. Ну вот как два пода. Когда два пода стартуют, они друг друга ждут. Один, второй ждут. Вот такие вот длительные процессы идут. Давайте дождемся. Должен загрузиться. 220. 222, 223. Так, ладно, каракули. Хорошо. Значит, ждем, пока загрузится. Я, кстати, сразу хочу сказать, что паузы будут большие. Ничего не поделаешь. И даже на это время, наверное, я буду останавливать запись. Потому что никакого смысла в том, что там есть. Ну, либо буду пытаться вас развлекать, да. Значит, что я хочу. Чем я хочу вас развлечь. Значит, заодно, чтобы вас развлекать и смотреть. Значит, про форматы обучения. Моя любимая тема. Если вам понравится материал, вы захотите им заниматься. Вот видите, какие паузы, да, большие происходят. То же самое будет происходить и в реальных занятиях. Поэтому существует у нас форма обучения. Очень хорошая. Но которую, как бы, наши менеджеры с трудом доносят. Значит, идея в том, что обычно все привыкли к тому, что садятся в классе. Преподаватели приходят и говорят, возьмите руки, ручки, мышки. Значит, давайте откроем методическое пособие. Вот такая-то теория. Вот теперь вот такая вот практика. И все там, 25 человек начинают делать практику. Кто-то делает быстрее, кто-то делает медленнее. Вот, но поскольку занятие групповое, то все, как бы, пока все не сделают, как бы, практика не завершается. Вот, получается, что все друг друга ждут. Вот, значит, я не устаю повторять. И люди, которые попадают на вот альтернативный формат, многократно там говорят и благодарны, что лучше так не делать. Что лучше пойти на формат, который у нас называется «Открытое обучение». Вот. В этом формате самое страшное – это то, что вы смотрите запись. Запись, да. И на этом, как правило, продажа этого формата заканчивается. Так, ну вот у нас неплохое сообщение, говорящее о том, что Кей Кларк, второй экземпляр, обнаружил запущенный пазгрей SQL. И таки сумел инициировать базу данных. Теперь у нас два, собственно, работают компонента. И мы можем попробовать подключиться. Пробую подключиться. А про формат расскажу попозже, да. Пробую подключиться. Значит, поскольку я буду часто, буду часто подключаться, отключаться, я сейчас забью, запишу адрес нашего Кей Кларка в блокноте. HTTPS, Кей Кларк, точка корпорация, такая-то, точка юн, в блокноте забью и буду постоянно открывать в режиме инкогнито, чтобы сбрасывать кэш и так далее. Вот я в режиме инкогнито пробую открыть приложение. Вот, еще раз, всякие ингрессы и хапрокси уже развернуты на предыдущих занятиях, на предыдущих вебинарах. Вот, и пробую посмотреть, как у меня так вызывается. Вот видите, Кей Кларк отозвался. Однако, если я попробую зайти вот в эту консоль, я буду ждать очень долго, потому что, несмотря на то, что на предыдущем вебинаре обсуждали варианты доступа снаружи к веб-приложениям, не было приложения, которое бы потребовало вот этой вот настройки. Дело в том, что наш Кей Кларк, который работает где-то здесь, да, Кей Кларк, он доступен по протоколу HTTP, по HTTP, Кей Кларк, да, по HTTP. Вот, а снаружи подключается по протоколу HTTPS. То есть я вот здесь нарисую, что здесь у нас пользователь подключается по HTTPS, а внутри Кубернетиса все работает по протоколу HTTP, чтобы не возиться с сертификатами. Ну, и вот в университете у нас так и развернут. Получается, что браузер HTTPS заголовки отправляет кей Кларк HTTP, поэтому требуется некий набор, ну, назовем это магических параметров. На самом деле эти параметры хорошо известны тем, кто много работает с HTTP. Необходимо на уровне хапрокси настроить передачу действительных параметров наших пользователей. Вот я сейчас подключусь к шлюзу, открою на редактирование хапрокси и добавлю в настройки бэкэнда, значит, подробно про хапрокси, про вот такой бэкэнд, это вот предыдущий вебинар. Вот я добавляю информацию, что в заголовках будет передаваться исходное, какой протокол, то, что HTTPS используется, на какой узел подключался, к какому порту, что к 443-му порту. Вот это со стороны хапрокси необходимо сделать. Вот, но и со стороны ингресса кубернетиса тоже необходимо поправить параметры, потому что, поскольку они были не нужны до сих пор, то, собственно, на ней не настроены. Вот, поэтому со стороны ингресса, также от предыдущих занятий у нас остался каталог с файлом values для развертывания ингресса. И вот в этот вот файл values необходимо добавить атрибуты, параметры, значения config, вот, и, собственно, использовать передаваемые заголовки. Использовать передаваемые заголовки. Значит, я переставлю стилу harproxy, я, ну, прям универсальные команды, я прям копирую все подряд, вот, даже не задумываюсь, понятно, что там не надо там namespace создавать, все уже есть. Вот, команда upgrade приведет к тому, что будет перегенерирован манифест из хелмчарта, будут добавлены параметры, и, значит, ожидается, что ожидается, ради чего мы все это делаем. Мы это делаем ради того, чтобы вот эта вот крутилка перестала крутиться, и мы смогли подключиться, могли подключиться к кейклоаку. Ну, я не берусь утверждать, само ли это пройдет или надо помочь, вот, поэтому не буду ждать. Вот, ну, и если кто помнит, то в параметрах вылез кейклока, был логин админ, пара, пароль, стронг, стронг пасворд. Стронг пасворд. Так, ну, и мы оказались в окошке администрирования кейклок. Посмотрите предыдущие вебинары, для чего он нужен, какие прикольные штуки можно с помощью него, и как делать. Я все это закрываю, потому что теперь уже по сценарию все двигается у нас дальше. Значит, давайте вспомним. Мы с вами нашли приложение, которое требует хранения данных. Мы создали Persistent Volume, прибили его гвоздями к ноду 3, и все у нас прекрасно работает, как в документации сказано. А если у нас таких приложений 5, 8, 20, нам надо вручную создавать Persistent Volume. А если мы, например, удалим приложение, да, смотрите, что я делаю, еще не успел поиграться, да, уже удаляю, да. Беру и кубе. КТЛ, Делит, Делит, Делит НС, Май, Майкейклок. Удаляю приложение, вот оно удаляется, да. Ну, например, я палец о палец не сделал, не ударил, чтобы автоматически удалился, например, Persistent Volume. То есть, у меня сейчас на диске остались все данные от приложения, ну, может, это и хорошо, но я-то хочу удалить приложение. Поэтому, если так набрать, кубик КТЛ, ГЭТ, ГЭТ, КУБИ, КТЛ, ГЭТ, ПВ, ПВ, то вот он, наш Persistent Volume. Вот, значит, ну, соответственно, вручную надо его удалять, если мы хотим почистить. По сценарию просто хочу удалить приложение, и все, что-то пошло не так, вот. Поэтому я, собственно, должен там Делит вручную ПВ удалить. Вот, не забыть. Но и это еще не все. На самом деле, если подключиться к КУБИ-3, то там все наши данные, FindDisk2, там все эти наши данные лежат. Вот, поэтому, если так вот я хочу удалять все, то я должен прямо подключиться и, соответственно, RM-RFV удалить, увидеть, как удаляются нам. RM-RM-RM-Remote. Вот, все эти действия, это попытка продать вам решение, которое мне очень нравится, моим коллегам называется. Называется Rancher Local Path Provisioner. Давайте снова развернем K-Clack. Но уже, но уже не будем морочиться вручную создавать какие-то Persistent Volume и так далее. Значит, можно так сказать, что если, как и в Бауманке, у вас кластер Kubernetes развернут в виртуализации со всеми там отказоустойчивостями от виртуализации, то, наверное, вполне нормальное решение Local Path Provisioner. Значит, можно вообще не заботиться о том, где у нас данные создаются, потому что у нас, например, бэкапятся целиком виртуальные машины. Ну, в общем, посмотрите, да, если у вас 5, 10, 20 приложений и отказоустойчивость сделана на уровне виртуализации, то вы можете установить вот такой Local Path Provisioner. У вас появится Storage Class, значит, под названием Local Path. И вы можете во всех приложениях, теперь я вот беру, да, захожу в свой K-Clack и редактируем файл values, да, могу просто почитать в документации и указать, что нужного размера Persistent Volume, я даже могу не знать, какого там размера Persistent Volume и так далее. Возьми, пожалуйста, возьми, пожалуйста, Local Path Provisioner. Ну, конечно, администратор есть, который скажет, да вы что там, а вдруг оно там захватит все место на диске и так далее. Ну, никто не отменял мониторинг, никто не отменял там расширение дисков и так далее. Все это виртуализация делается. Короче, будет у нас сценарий, в котором Local Path Provisioner окажется недостаточным, но сейчас будем считать, что давайте посмотрим. Итак, если нам нужно разворачивать приложения, которые хотят данные, удалять эти приложения, менять эти приложения, то вспомните про Local Path Provisioner. И тогда вам достаточно в настройках приложения просто указать Storage Class Local Path. Вот, и дальше, соответственно, я чуть не забыл самое главное. А еще нужно не забыть создать нужные каталоги на всех узлах. Значит, это можно посмотреть в манифесте, описывающем вот этот вот Local Path Provisioner по строке. Вот такой вот. То есть на всех узлах необходимо создать либо вот такой каталог, либо поменять его в Helm или в Alice, либо в манифесте. Вот, ну и, соответственно, надо это сделать. Вот таким набором команд я это делаю. Беру и делаю на всех узлах. Так, я иногда говорю, что Kubernetes — это фактически Linux над Linux. Мы же ставим приложение на Linux, да, но немножко думаем о том, где оно лежит, сколько места занимает, следим за ним. То же самое можно говорить и в отношении кластера Kubernetes. Ставим приложение, смотрим, мониторим и так далее. И можно даже не задумываться, где, на каком из узлов, если решена задача отказа устойчивости. Ну, хорошо. Значит, создали мы, создали, инсталировали Local Path Provisioner. Теперь попробуем Kubernetes, KCLAC заново развернуть. Заново развернуть KCLAC. Значит, сам файл values я уже поменял. Вот, ну и, соответственно, CD. Так, SSH куби 1. SSH 1. CD. KCLAC. Вот я поменял values. На самом деле, сам проверяю себя Local Path, да. И говорю команду Helm Upgrade. Так, не ingress, а, KCLAC. Вот он, соответственно, инструкция, та же самая, которая была. Так, ну и, если повезет, то примерно через такое же время все развернется. Вот. Ну, а сейчас мы с вами давайте посмотрим, что. Значит, Storage Class мы с вами видели. Видели. Вот такой вот командный. Теперь давайте посмотрим, какие-нибудь Persistent Volumes создались автоматически или нет. Ну, и вот я обращаю внимание, что сам по себе был создан вот такой вот Persistent Volumes с таким вот Storage Class. Значит, выделили ему там столько гигабайт, сколько надо. Вот. И можно еще раз об этом не задумываться. Ну, либо задумываться и так далее. Но не нужно вручную создавать что-то типа Persistent Volumes. Не надо какие-то каталоги готовить. Вот. Давайте посмотрим, где у нас это все сейчас развернулось. Развернулось. Так. Мы видим, снова у нас разворачивается паз грез. Значит, снова он разворачивается на кубе 3. Ну, если честно, объясню, почему на кубе 3. Потому что наш якобы продовый кластер состоит всего лишь из трех узлов. И если их предназначение посмотреть, то эти узлы у нас первое и второе являются Control Plane. Control Plane. Control Plane. И это тоже Control Plane. Вот. А воркером фактически является кубе 3. Да? Воркер. Воркер. Ну, еще раз, конечно, на курсе слишком много узлов тоже разворачивать особой целесообразности нет. Поэтому все стараются на кубе 3 работать. Ну, чтобы вы не разошлись со скуки, сразу скажу, что по сценарию у нас с вами будет уничтожение вот этого воркера со всеми его данными. Вот. И по сценарию чудесное спасение всех данных и так далее. Поэтому держитесь. Так. Ну, соответственно, бывает. Давайте посмотрим, что там у нас в отче. Ну, я продолжаю рассказ про обучение. Значит, очень трудно объяснить суть. Наши менеджеры говорят, вы будете смотреть видеозапись. Вот. Поскольку видеозаписей большое количество в интернете, то, как правило, на этом продажи заканчиваются. И люди говорят, нет, запишите меня, пожалуйста, в нормальную группу. Я хочу учиться, как это делал в школе, в институте и так далее. Ну, и поскольку на девопс существует огромная нехватка, на направлении девопс существует огромная нехватка инженеров, то это направление очень популярное. И также не только инженеров мало, но и преподавателей, которые что-то объяснить могут. Ну, или хотя бы лабы сделать, которые я вот не знаю, насколько я могу объяснить. Но я очень люблю работающие лабы. И вот попробую это дело показать. И в этот раз мало, короче, преподавателей. Поэтому некуда деваться. Формируются большие группы. Ну, там, 30 плюс человек. Опять же, менеджеры заинтересованы продать это как можно больше. И это логично, абсолютно и правильно. И я заинтересован обучить как можно больше. Это тоже логично и правильно. Но уровень подготовки у всех разный. И вот получается, что кто-то там уже запутался, где там он на каком находится узле, там, кластера, а кто-то уже все сделал и скучает. Поэтому очный формат стандартный, он не очень удобный. Плохо, так скажем. Поэтому менеджер гэд. Вот есть другой формат. Вы смотрите записи. Но важно понимать, что в записи только теория, только рассказ. Вот меня можно запросто заменить на меня же. Записать все, как я однажды рассказал. И в записи я буду рассказывать ничуть не хуже. А вот не в записи я остаюсь тоже. На самом деле я сижу в классе, рядом с вами. Вы смотрите записи, я сижу в классе. Для чего я сижу? Я сижу, чтобы персонально с каждым из вас выяснять что-то непонятное, какие-то ошибки, какие-то сложности и так далее. И получается, что я вместо того, чтобы выполнять неинтеллектуальную работу, начитывать материал, можно запросто взять какую-нибудь статью и современный генератор синтез речи запустить. Он не хуже меня прочитает с интонацией. А я занимаюсь уже интеллектуальной работой. Когда вы делаете какую-то лабу, и у вас что-то не идет, и какая-то ошибка, и не очевидно, что за ошибка и прочее, вот тогда уже понадобится Вячеслав. И поскольку все ошибаются с разной скоростью, кто-то раньше, кто-то позже, то у меня получается буквально с каждым из вас заниматься практически персонально. Персонально. Это не индивидуальное обучение, где я только с вами занимаюсь, и это стоит вообще безумно дорого и бессмысленно абсолютно. А вы там, где вы сами можете разобраться, сами разбираетесь. Но там, где вы не можете, или там, где вам непонятно, или там, где возник вопрос, вы тут же останавливаете запись и со мной разговариваете. И я там нахожу ошибки, объясняю причину возникновения ошибки. Так что не записывайтесь в очные группы, записывайтесь в формат открытое персональное обучение. Так, ну а мы с вами давайте посмотрим, посмотрим журнал, да, значит, логики и клаком. Посмотрим, как он у нас разворачивается. Ну и вот про паузы я говорил, да, что большие. Что еще раз вы подключились, да, в записи я дам. Значит, тоже добавляет немножко то, что у нас существует два курса. Давайте я прямо открою, да, DevOps, как я вам говорил, до курса. Если вам понравится вот материал, вы можете найти все в разделе каталог курсов. DevOps, DevOps, DevOps. Вот, и лучше пользоваться планом, планом прохождения. Так вот, сталкиваюсь я очень часто, что менеджеры видят, что DevOps уровень один. Уровень один, ну что, самое начало, понятно, да. Записывают всегда людей, которые там могут с Linux не работать или очень мало с ним работать. И я совсем не против этих людей. Мне как раз некий челлендж такой объяснить какие-то сложные. Ну, якобы сложные вещи людям без подготовки. Это все там неплохо. Плохо, что в группе оказываются люди разного уровня. Кто-то думает, что уровень один DevOps, это вот я пойду, начну свою карьеру IT-шную, да, с первого. Вот. А кто-то понимает, что DevOps – это вершина администрирования. И что, как минимум, надо знать, значит, основу администрирования Linux. Как минимум, надо понимать, зачем этот Linux нужен, администрирование сетевых сервисов. Как минимум, требуются вопросы, связанные с безопасностью. Вот сертификаты у нас тут работают, например, HTTPS. Или, например, что до докер-контейнеров были Linux-контейнеры, основу виртуализации, изоляции процессов и так далее. Все эти занудные, неинтересные вещи, ну, я так кавычки говорю, что все это нужно. Что неплохо бы узнать о кластерах вообще, как там это под капотом работает, там, письмейкер, красинка и так далее. Потому что кубернетис – это, в общем, такая уже идея, переработанная идея виртуализации глубокая, контейнеров и так далее. И как бы начинать с нее, знакомство с виртуализацией, ну, немножко так вверху ногами. Вот, поэтому, поэтому, еще раз, если вы придете на открытое обучение, то запросто можно будет мне какие-то вам уроки дать вот на эту тему или еще что-то по поводу уроков. Давайте пока у нас этот процесс идет. Значит, вот мы записываем очередной вебинар. Вот, я с удовольствием этот вебинар выложу вот сюда. Вот, значит, Вики Валбе Мостовуру. Ну, кстати, Вики – это Вики Валб, Вячеслав Александрович Локторов, БМСТУ – это Бауман, Москва State Technical University, RU. Вот, и, собственно, все вебинары я выкладываю вот в этот раздел «Видеоуроки». Раздел «Курсы», вот раздел «Видеоуроки». И вот я рассказываю про KeyCluck, что вы можете посмотреть, что такое KeyCluck. Значит, это вебинар к четвертому курсу управления идентификацией. Там как раз рассказывается про протокол OpenID. И, главное, примеры, полезные примеры, зачем этот протокол нужен. Так, ну, а поскольку у нас с вами, смотрите, снова это случилось, да, у нас сообщает KeyCluck, что он запустился в девелопмент моде, не использовать этот режим в продакшене, не будем, хорошо. Давайте попробуем подключиться. Давайте попробуем подключиться, посмотрим, что у нас видят пользователи. Пользователи у нас с вами видят. Значит, снова я копирую URL. Так, и вкладки инкомнита. Просто хочу убедиться, что KeyCluck доступен. Также подключиться. Значит, в данном случае у нас никаких отличий нет, кроме того, что Persistent Volume был создан автоматически. И если у вас таких приложений 5, 10, 50, то это будет подспорье. Тем более, что если вы... Да, давайте посмотрим. Тем более, что... Значит, тем более, что если сейчас посмотреть на файловую систему нашего третьего узла, то там мы увидим... Так, Local Path Provisioner. То там мы увидим данные нашего Persistent Volume. Увидим сам Persistent Volume. Да, мы его с вами видели, да? Кубик ETL. Вот. И стоит мне, например, захотеть удалить приложение. Да, я его безжалостно снова его удаляю. Да, по сценарию. Так, удаляем кейклак из кубернатес. Можно прямо NS. Прям беру и namespace удаляю. Delete. Вот удаляем namespace. Смотрите. Тут же автоматически удаляется Persistent Volume. И тут же автоматически удаляются файлы. Еще раз, может быть, этот сценарий не то, что вы хотели, но факт остается фактом. Видите, все чистенькое какое, да? Вот. Ну и на самом деле этот вебинар я записывал, конечно, для того, чтобы рассказать про замечательное решение Longhorn. Если честно, я просто потрясен тем, как оно работает. И давайте его срочно запустим устанавливать. А я расскажу, что же это такое. Значит. Так. Ну, во-первых, я запущу его инсталляцию. Раз. Запущу его инсталляцию. Так. Саш. Во-вторых, значит, этому... А, нет, давайте сначала удалю предыдущие. Свою методичку читаю. Значит, удаляем ранчера. Я уже даже не помню, то ли какое-то пересечение по лабам будет, то ли еще что-то. Ну, написал сам себе удалить. Значит, удалим. Так, удаляю Local Pass Provisioner. Не обязательно, но еще раз, чтобы меньше было наложений. Так. Дальше устанавливаю вот этот вот Longhorn. Сейчас про него расскажу. Но расскажу только, когда будет пауза. Так. Расскажу, когда будет пауза. И еще этому Longhorn требуется... И еще этому Longhorn требуется вот такой вот пакет OpenSCSI, что, в общем-то, неудивительно. Так. И его надо установить на все узлы. На все узлы. Так. Запускаю установку Longhorn. Чем бы это ни было. Сейчас расскажу. Так. Можно даже посмотреть за процессом установки. Так. А я параллельно на все узлы. Кластера. Устанавливаю OpenSCSI. Устанавливаю OpenSCSI. В документации сказано, что для работы пакета необходимо OpenSCSI. Ну, раз необходимо, значит, поставим. Так. Ставится она тоже немедленно. Собирается модуль ядра. Поэтому распараллелью процесс. Можно было через Ansible ставить. Но здесь я убедился, что не быстрее получается. И запутанней. Да. И сразу скажу, что у нас еще и в резерве четвертый узел. Значит, чтобы вы не разошлись, будет сценарий, где мы застрелим узел, на котором развернулся у нас паз грез. И посмотрим, через сколько времени он у нас, кластер Kubernetes, эту аварию отработает. Зачем нам кластер Kubernetes, вот для этого и нужен. Вот. А сейчас я нарисую, что у нас на самом деле еще один узел есть в резерве. Вот здесь вот, вот здесь вот, в резерве еще один узел существует. Kubernetes K4. K4. Так. И у него IP-адрес. И у него IP-адрес точка 224. Да, IP-адрес кое-где мелькнет, морганет. Поэтому нам нужен. так поэтому нам нужен в резерве в резерве так но пока он в резерве давайте посмотрим что тут у нас значит здесь установился лишние консоли по закрываю лишние консоли нам не нужны так здесь он ставится еще здесь почти поставился так и здесь поставился все хорошо так тогда у нас разворачивается longhorn наверное мы с вами дождемся когда он развернется в принципе можно уже посмотреть не появился ли storage класс get storage класс класс да вот появился storage класс longhorn в принципе можно сразу же готовиться к инсталляции кей клоком в эльюсах вы лесах указать storage класса longhorn longhorn они local pass provisioning так и готовимся мы с вами к фантастической функциональности этого longhorn этот longhorn предоставляет вам отказа устойчивое хранилище сразу скажу что на этом сценарии мы подразумеваем что кубернетис у нас железный да да коллеги хотел бы я посмотреть у кого он по настоящему железный вот здесь он у нас по сценарию железный то есть это узлы ни в какой не виртуализации просто купили новый сервер установили туда linux debian 12 значит сверху поставили кубернетис и все никакой виртуализации ничего нет и на всех этих узлах имеется хранилище свое хранилище и все наши предыдущие решения упирались то что если узел с позже листом вышел из строя то все до свидания что такое longhorn не поверите longhorn это распределенное блочное хранилище значит longhorn не только provisioning persistent volume вам выдаст но еще и сделает так но еще сделает так что данные будут растиражированы вот например у нас здесь будет позже сработать вот здесь вот вот здесь вот позже здесь вот позже и его копия данных будет на остальных узлах значит далее мы сделаем так что если выйдет из строя у нас какой-то из узлов то позже должен запуститься на оставшемся узле все данные там уже у нас есть и и прозрачно прозрачно все у нас запустится даже трудно поверить что это так пишите в чат круто или не круто интересная идея или нет итак у нас железный кластер кубернетис которым три узла значит там есть жесткие диски никаких хранилок никаких внешних там хранилище ничего просто жесткие диски вот этих вот узлов илон хорн позволяет использовать эти жесткие диски узлов как отказоустойчивое хранилище что-то никто не пишет напишите плюсики если круто минус если так не очень мне очень круто спасибо да за обратную связь потому что потому что это фантастика ну я про это рассказываем чтобы эта фантастика развернулась поэтому сейчас посмотрим значит посмотрим что тут у нас с подами с подами так вроде бодренько они работают и контрольная сумма была контрольная сумма но похоже да вот она запущена все ну что же тогда самое время сказать и что можно прямо можно прямо запросить можно прямо можно прямо создать приложение так смотрю так устанавливаем он хорн так на кубе 4 тоже поставили сторож класса он хорн указали так дальше дальше вылился вылился значит тораж класс я указал теперь смотрите отказа устойчивость поскольку по сценарию мы роняем узел узел то у нас кей клак будет работать в двух копиях чтобы сразу трафик на у нас пошел на резервный значит по сгрейс ql должен будет запуститься автоматически и когда он запустится важно чтобы инициализация база данных не произошла поэтому мы за даем сразу же на уровне вылесов нашего хелм чарта учетные записи для доступа к базе данных иначе они при перезапуске генерят генерятся заново ну короче делайте так и посмотрим что будет так запускаю запускаю я кей клак в кубернете всем запуская ну можно прям вот так вот первой строчке взять хелм апгрейд из истории вытащить эту строчку так ну и вроде бы все жалко будет если какая-то путаница но вроде бы не у нас третий раз разворачивается кей клак в кубернете все на этот раз по сценарию нас железный кубернете с никаких внешних хранилищ нет только диски узлов и он форм позволяет использовать диски узлов как отказа устойчивое хранилище неужели это так давайте посмотрим значит люби так get storage класс есть get pv господи да так вот уже персистент волн создался но это вообще не способ лонгкорна узнавать такие вещи таким образом потому что в лонгкорн у нас встроен графический юзер интерфейс юзер интерфейс и соответственно я сейчас хочу подключиться к этому юзер интерфейсу через кубе кубе прокси кубе прокси у меня доступен потому что на на рабочей станции имеется кубик тэл экзе значит шоу шоу нодис так шоу get нодис get нодис к вечеру уже get нодис так и ничего себе как думаете что происходит то ли у нас ресурсы все заняты то ли да между прочим еще раз да вот она вроде бы это сам вот здесь хорошо видно да что кубе 1 и кубе 2 control plane кубе 3 у нас соответственно worker так все это с большим трудом запускается помню уже про про 4 да да вот она у нас запускается пазгрес коли уже кстати запустился ладно и обещала к интерфейсу подключиться через кубе прокси кубе прокси так запустив кубе прокси я могу теперь в браузере на этой рабочей станции открыть вот эту вот ссылку открыть вот эту ссылку открыть вот эту ссылку увидеть вот такую вот красоту вот такую красоту давайте перечислим что мы здесь видим мы видим узлы на которых у нас лонгхорн развернут мы видим тома вот собственно том только что выделен нашему кубернетису вот но и пока значит она инициализируется мы здесь ничего менять не будем единственное что мне хорошие люди подсказали по сценарию когда мы будем удалять узел на котором все работает необходимо чтобы воды переехали переехали на другие на другие узлы и вот по умолчанию лонгхорн это делает кстати вот прям секрет до которого я не догадался бы точно делает это благодаря вот этой вот настройки вот этой вот настройки значит ну можно прямо в описании лонгхорна взять этой настройки подделейший полис в н ноты сдаун вот когда кубернетис увидит что под находится в дауне мы настроим так чтобы все стейт фулл сет поды а надо сказать что в нашем приложении кей клак стейт фулл сет и пасгрейс куэль и кей клак вот чтобы они переехали ну в общем в общем чтобы кубернетис понял что на умершем узле надо удалить стейт фулл сет под и он переехал на другой узел автоматически а не завис насмерть на оставшемся узле поэтому поэтому собственно говорю сейф говорю сейф сохраняю конфигурацию так ну и смотрю сценарий смотрю сценарий значит теперь все это разворачивается так 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 дожидаемся работоспособности кей клака и создаем уже конфигурацию создаем конфигурацию создаем конфигурацию настоящую, поэтому здесь уже не будем просто удалять бездумно. Так, и, наверное, тоже логи почитаем с вами. Что мы с вами видим? Что пасгрейс коэль запустился, ни одна из копий Кейклака не запустилась, поэтому давайте посмотрим логи. Логи. Так, логи, да. Будем смотреть. Вот, поэтому про формат открытое обучение, что я еще могу сказать. Значит, вы смотрите запись, а я сижу рядом с вами, готовый помочь в любой момент. Значит, если запись хорошая, а я стараюсь делать хорошую запись, то это очень эффективный способ обучения, потому что со мной вы фактически обсуждаете именно те вещи, которые непонятны, а не слушаете, что я как панамарь уже сотый раз одно и то же рассказываю. Ну, не сотый раз, там я раз десять за год рассказываю одно и то же. Все это, конечно, весело, но практически работы страдают в этом случае. Так что приходите к нам на открытое обучение. Так, а я надеюсь, что этот Кейклак у нас развернется. Здесь, конечно, надо сказать, очень куцые ресурсы по сравнению с тем, чем мы занимаемся. Как бы узлы, кластеры, кубернетис по 4 гигабайта имеют. Но, с другой стороны, это все может использоваться для развертывания стенда дома. И я большой сторонник того, чтобы вместо компьютерных игр дома разворачивать всякие задачи, стенды и так далее. И от нашего центра еще отличительная черта, что у нас имеется возможность получить поддержку по развертыванию стенда дома. Ну, на своем оборудовании, не дома обязательно, допустим, на работе и так далее. Вот, существуют инструкции, как это делать, отработан этот механизм. И самое главное, что лабораторные работы оттюнины так, чтобы требования были минимальны. Минимальные, потому что, если почитать, как это должно работать на самом деле, там, конечно, дома такой стенд не найдешь или лишние виртуалки на работе. Вот. Ну, что еще? Пока просто отвлеку вас, да, что у нас еще. Значит, про видеоуроки я вам рассказал. Можно про любой курс посмотреть видеоуроки. Что еще у нас в специалисте хорошего? Я даже, чтобы не вспоминать, сделал такую статью премии. Преимущество обучения в специалист. Преимущество. Значит, ну, действительно, я очень такой админ с большим опытом. Уже более 30 лет. Ну, где-то с 95-го года я с Unix знаком, поэтому, да, почти 30 лет. Поэтому представляю себе. И курс, соответственно, сделан так, чтобы прям вот от простых команд до Купернетиса, со всеми нюансами и так далее. Самое главное, не записаться на восьмой курс, не изучая материал первых курсов. Что еще? Также стараемся мы сделать так, чтобы материал был воспроизводимым и повторяемым. Чтобы не просто, а давайте все снесем, то теперь другие сети и так далее. Одни и те же сети, одни и те же предприятия, одни и те же сервисы, но в разных ситуациях, конфигурациях, разной задачи. Например, придете вы на Zabbix. Не имеет отношения к нам Zabbix, но вдруг. Вот, соответственно, там увидите, там увидите ту же сеть с такими же адресами и так далее. То есть не то, что там все заново. Вот, придете на Купернетис, там увидите ту же сеть с теми же адресами, все похоже. Так, что-то мне не нравится этот момент. Ну-ка, дайте посмотреть. Ну, рестартуется. Ну, пускай рестартуется. Что делать? Ну, так у нас Купернетис, да. Так, про форматы обучения уже сказал. Не записывайтесь на очное, записывайтесь на персональное или открытое обучение. Также имеется вариант свободное обучение, где вы получаете запись и учитесь по ней дома. Свободное обучение хорошо для тех, кто не может найти там три дня на то, чтобы на обучение пойти, а есть там время там выходные или вечером, или еще когда-то. Единственное, что мое участие здесь гораздо меньше. Я отвечаю на вопросы через личный кабинет, стараюсь сделать это оперативно, но это не онлайн совсем, да, поэтому здесь лучше совсем самостоятельно. Самая лучшая форма – это персональное или открытое обучение. Что еще? Мы не только инженеры в специалисте квалифицированные, но и педагоги. Знаем педагогическую науку, что надо многократно повторять материал на качественном уровне и сделать все как можно более простым, но не проще некоторого уровня. Так, и вот у меня счастливая новость. Запустился K-Cluck. Давайте посмотрим. Да, вот оно работает. Поэтому дальше по сценарию переходим. Дожидались мы работоспособности K-Cluck. И создаем Realme. Что такое Realme? Посмотрите, вебинар, посвященный K-Cluck. Так, и я создаю Realme. Создаю его. Создаю вот здесь. Здесь вот, значит, подключаюсь заново. Так. Вежимин комната. Так, захожу. Administration Console. Так, админ. Strong password. Strong password. Подключиться. Значит, теперь давайте понастраиваем наш K-Cluck. Третий вариант развертывания – это то, что как бы у нас и останется. Вот, поэтому иду в список Realme. Создаю новый Realme. Так же, как на вебинаре, посвященном K-Cluck. Realme будет называться корпорация, допустим, X. У меня 13-я всегда стенд. Говорю, создать. Здесь небольшая пауза. Тоже имейте терпение, потому что Java-приложение в Kubernetes, которое из трех узлов состоит. Да еще, значит, и Longhorn там у нас. Я, честно говоря, массу времени потратил на то, чтобы все это вот оттюнить, чтобы оно в таком минимуме работало. Так, поэтому тормозит, будь здоров, конечно. Тормозит, будь здоров. Так, ну и вот у нас список Realme. Да, можно, собственно, зайти сюда, что-нибудь здесь сделать. Но у нас сценарий жесткий. Жесткий. Выключаем узел, на котором развернулся K-Cluck. Выключаем. Представляете себя? Представляете. Так, K-Cluck у нас развернулся с Postgres на узле Кубе-3. Посмотрите, видите, да? Узел Кубе-3, как вам нравится. Так, а теперь я беру этот узел Кубе-3, нахожу. Вот он, Кубе-3, видите? Видите, вот он, Кубе-3. И выключаю. Т-10. Так, ну и наша с вами теперь ситуация следующая. Перед вами реклама вебинара следующего, следующего вебинара, который называется «Тюнинг или оптимизация временных параметров Кубернетес». Тюнинг или оптимизация временных параметров. В данном случае у нас Кубернетес продал и развернут Кубспреем. Никаких параметров там не настраивали мы. Значит, еще раз говорю, что этот вебинар продолжения реального курса. Значит, никакие параметры не настроены. И вот вопрос, через сколько времени наш с вами Кубернетес поймет, что что-то не так. Ну, не потому что Кубернетес плохой, а потому что параметры по умолчанию такие. Что еще? В принципе, это тоже вопрос открытый. Нужно ли эти параметры тюнить? Мы с вами сейчас рассматриваем ситуацию, что у нас продовый кластер, железный. И вот один из узлов прямо физически вышел из строя. Все, он сломался. Вот, вы видели, да, нет его. И реакция будет сейчас какая-то. Время идет. Вот сколько это время реакции займет, даже интересно. Но вы должны понимать, что в промышленной эксплуатации такие сбои тоже не очень чисты. Даже если у вас там 20 серверов, то вряд ли там какие-то узлы выходят чаще, чем раз в полугода. Поэтому 10-минутное простое в течение полугода может быть допустимо, а может быть недопустимо. Здесь все зависит от бизнес-задач и так далее. И еще раз, сегодня вообще модно кластер Кубернетес запускать внутри виртуализации. Когда, грубо говоря, с виртуальной машиной в принципе ничего случиться не может. Ну, по крайней мере, я не знаю, что там с ней может случиться. Не считая вандализма там или еще чего-то. Вот, то есть, если там вышел физический узел из строя, там все виртуалки переехали на оставшиеся. Это мы еще на курсе Linux 6 изучаем. Вот, поэтому сейчас какой бы ни был, какая бы ни была пауза, надо понимать, что это вот из коробки поведения Кубернетеса. Очень интересно, как он себя поведет. И очень интересно, сумеем ли мы через какое-то время подключиться к нашему Кейклоаку и увидеть наш риом. Ну, в данном случае сейчас у нас полный капец. Все висит, люди бегают, начальники звонят. Ужас, ужас, ужас. Так, ну что, сейчас развлеку вас немножко, коллеги. Посмотрите, чтобы вам не было скучно. Значит, смотрите. Задача. Отвлечемся от Кубернетеса. Отвлечемся от Кубернетеса. Ненадолго. Задачку вам задам. Посмотрите. Напишите в чат, плюсик, кто меня слышит. На вашу шару скину. Да, да, да. Тут, наверное, не на шару, а на Википедию. Держите ссылку на Википедию. Идываю, да? Вот, развлекаю. Держите ссылку на видеоуроки. Держите. Вот так вот держите. Вот. И задачка. Задачка. Прямо отвлеку вас ненадолго. Вот, посмотрите, коллеги, да. Мы тут с вами ждем, пока Кубернетес у нас работает задача вам. Задача, чтобы не скучать. Чтобы не скучать, да. Задача. Что делает вот эта вот команда? ETC, KPM, KPM, минус R, ETC, V, TMP, ETC, KPM, минус R. Вот, нажимаю на Enter. Напишите в чат, что делает эта команда. Вот. Ну, либо догадайтесь, что она делает, либо напишите. Либо напишите, что делает вот эта команда. KPM, минус R, минус R. Ну, ладно. Что делает вот эта команда? Do, минус H, S, ETC, TMP, TMP, ETC. Что делает эта команда? Показывает объем занимаемого места, да, каталог ETC. Ну, понятно, что KPM, минус R скопировал каталог ETC рекурсивно в TMP, ETC. А теперь, коллеги, посмотрите. Я еще раз копирую каталог ETC в TMP, ETC. Нажимаю на Enter и снова набираю Do, минус H, S. Смотрю, сколько там у меня места. Сравните цифры. Сравните цифры. Если я еще раз копирую все, то почему-то цифра не меняется. Вот моя любимая задача на текущий момент при приеме на работу. Если соискатель решает ее, то он с линуксом работает. А работает можно всему остальному научить. Напишите в чат, что делает. Что делает? Так, а я смотрю. Что у меня тут с Кубернатусом? Ну, все глухо, да? Нет, там большие тайм-ауты. Там на самом деле все серьезно. И мы дождемся обязательно. Дождемся. Прямо вот я даже шевелиться не буду. Расскажу только, что будет дальше. Значит, когда оно у нас все-таки запустится, я буду очень рад. Мы с вами рассмотрим лабораторную работу замена узла. Узла, замена узла, уже есть у нас резервный узел. То есть мы прям посмотрим, как в Кубспре сделать так, чтобы снова у нас стало нужное количество узлов. Тоже это длительная работа. Что еще дальше? Дальше я вам покажу, что лонгхорн – это не только отказоустойчивое хранилище, но это вообще суперкомбайн. Это и средство работы со снапшотами, и средство для работы с бэкапами. И мы с вами обязательно рассмотрим лабусы с снапшотом. Мы с вами обязательно забэкапим конфигурацию нашего кейклака. И мы с вами обязательно ее восстановим на другом кластере. То есть мне хочется прямо продать готовое решение, которое это самое. Во! Да, знаю я этого человека, да? Точно, да? Все, принято на работу, Игорь Лофтеров, кем бы ты ни был. Молодец, да, да. Вот такой вот подводок. В цикле, да, копирует рекурсивно, да. Так что кейклак нас с вами ждет. Но ничего не поделаешь, надо дождаться, чтобы оно восстановилось само. Поэтому это самый тупой и длительный процесс, который в нашем вебинаре присутствует. Но я вот ему помогать не буду. Да, да, смотрите, уже неплохая новость пошла. Смотрите, уже запускается на втором узле, да. То есть наш с вами, наш с вами кубернатис понял, что третьего узла нет. Значит, запускает на втором узле. Кейклак. Давайте дождемся. Давайте дождемся, когда она запустится. Так, тут тоже низкоуровневый такой момент для меня неочевидный. Значит, стейтфул сеты, стейтфул сеты не переезжают с узла. Вот этот вот кейклак 0, он так и останется в режиме терминейтинг, будет висеть бесконечно. Поэтому я в values и указал, что надо две копии кейклака, потому что ингресс контроллер умный, он быстро поймет, что этот кейклак не действующий, как и узел, на котором он запущен. И весь трафик направят вот сюда. Значит, сам же вот этот кейклак первый сейчас висит без позгресса. Позгресс у нас запускается, и когда позгресс запустится, то, соответственно, база данных у этого позгресса уже будет, потому что у нас лонгхорн, и у нас база данных позгресса есть на всех узлах. На всех узлах. Кстати, интересно, как там лонгхорн у нас выглядит. Лонгхорн, да, посмотрите. Да, вот лонгхорн уже видит, что узел сломался, что волум у нас в состоянии дегрейдет. Это плохо, но не страшно. У нас три копии. Вот, соответственно, мы с вами сейчас дождемся все-таки вот этого момента чуда. Вот этого момента чуда дождемся. Да, вот у нас позгресс запустился. Опустился, и, ну, не факт, что заработает, но будем пробовать, чтобы вдруг время сэкономить, да, гейтовый тайм-аут, да. Сейчас прям открою, свежая копия открою. Так, свежая копия. Давайте посмотрим, что там у нас. Так, ну, статическая страничка есть. Пробую подключиться. Админ. Третий узел лежит. Позгресс был на нем. Да, ну, будет еще некоторое время. Значит, несмотря на то, что оно здесь такое бодренькое раненое, все, на самом деле, на самом деле, у меня даже в методичке подсказка. Вот она. Как только в логах проскочит вот такой вот, вот такая вот директива, валидейшн, то тогда и можно я каждую из этих лап, в принципе, не каждую из этих лап, а этот вебинар прогнал раза 3-4 или даже 5. Вот, собрал все ошибки, которые только мог допустить, но может еще что-нибудь и осталось. Вот, и вот когда вот этот вот валидейшн в логах появится, то тогда можно подключаться. А до этого у нас кейклак работает с какими-то старыми ссылками постгресса, не туда указывающими, не на новый постгресс. Короче, нужно ему осознать и одуматься. Причем они, видите, на разных узлах работают постгресс, теперь запустился на кубе 2, кейклак, вторая копия работает на кубе 1, кейклак, первая копия, ну, либо нулевая копия, да, работает на кубе 3, так и будет висеть там до смерти. Вот, но еще раз, не хочу помогать, хочу, чтобы само заработало, ну, несмотря на то, что в логах сообщения нет, буду пробовать. Буду пробовать. Задача увидеть, что в железном кластере данные, которые хранились на узле, который вышел из строя благодаря лонгхорну, реплицировались. Да, нет, ничего не работает, ждем, ждем, пока не заработает, дальше не пойдет никуда. Так, какие еще задачки вам подкидывать? Значит, про преимущества, да, многократное повторение материала. То есть мы еще и педагоги стараемся изучать педагогическую науку, которая гласит, что студент усваивает не более 30% информации. И, собственно, по этой причине надо три раза объяснять одно и то же, но желательно не как по напаре, по кругу одно и то же, а как бы качественно каждый раз что-то там менять и так далее. Подводящие упражнения очень люблю я, и, если честно, странно, почему в IT-индустрии как-то это не очень все, в отличие от спорта, развито, потому что сразу понять всю длинную цепочку, там, гитлаб, гитаранер, там, какой-нибудь, значит, ансибл и прочее. Все это, конечно, хорошо, но лучше изучать по частям, поэтому я в курсе стараюсь делать фрагменты лабораторных работ, показывающие каждой части. Что еще? Ориентация на вовлеченности, значит, вот оцените нашу лабу, да, вот, ну, можно было сказать, что вот какие-то параметры, таймауты и так далее. Но всегда интереснее прямо уронить узел, и будет круто, если он заработает, это будет такой, как бы, ну, реальный эксперимент, да, с неизвестным концом и так далее. Вот, поэтому все остальные лабы примерно такие же у нас на курсах, чтобы была вовлеченность и мотивация. Даже я говорю, что это, на мой взгляд, еще и геймификация, потому что я хорошо знаю, как интересно играть в компьютерные игры. И если у вас есть к этому, значит, предрасположенность, можно просто заместить компьютерные игры на вот игры вот такого рода. Это я вас все пытаюсь отвлечь. Давай, сейчас вот она стартанет, у меня есть материал, который можно будет параллельно делать, но вот пока она с этим не справится. Это вот кубернетис такой, это не я, да, что я поставил. Кубернетис поставил, Лонгхорн, Вэллиус описал приложение Кейклак, запустил, вот, и уронил, уронил, больше ничего не делал. Вот смотрим, очухается оно или нет, сможет или не сможет. Потому что, потому что пока что что-то не очень. Ну, давайте еще попробуем. Тут еще есть предположение, но не было возможности проверить, что чем больше мы его дергаем, тем быстрее он сообразит, что... Давайте еще поучаствуем. Так-то, если у нас пару часов оставить, то заработает стопло, но это, конечно, не зрелищно. Так, не спешим. Не хочет. Давай, люди смотрят. Запускайся кубернетис, а то никто не будет. Потому что еще один из планов вебинаров, это рассказать, что в кубернетисе можно запускать полноценные виртуальные машины. И если это будет так, то можно использовать кубернетис плюс Лонгхорн, плюс виртуализацию. Ну, особенно с учетом наших сегодняшних реалий, когда там Нива-сфера, теперь у нас нет ничего, можно делать вместо виртуализации кубернетис. Но для этого, конечно, должна подтвердиться теория, что отказоустойчивое хранилище можно использовать, не опасаясь выхода из строя оборудования. Ну, будет вебинар, посвященный тюнингу. Да, я к этой же лабораторной работе вернемся. Сейчас мы засечем, сколько оно тут у нас мурыжит. Минут 20, мне кажется, уже процесс идет. Вот, и если честно, то интересно, насколько это можно оттюнить, указать там тайм-ауты другие и так далее, чтобы все это переехало пободрее. Так, ну ладно, что у нас еще? Так, геймификация, да, параллельное взаимосвязанное освоение теории и практики. Да, тут тоже важный момент, что часто можно видеть, как бы, перекосы там в сторону теории, когда все красиво рассказывается, термины, названия и так далее. Все это очень хорошо, если только не перекос. Вот, поэтому я, например, стараюсь теорию с практикой мешать непрерывно. Вот, ну и не просто вот давайте посмотрим, а зачем они нужны. Вот мы с вами рассматриваем тома, да, вручную создали. Вот, потом, зачем нам провиженер нужен, да, local pass провиженер, например. Вот он освобождает нас от рутины, да, какой-то создает там-а, удаляет там-а, уже удобно, да. Качественно третий уровень, да. Вот, поэтому, поэтому, вот особенность наших курсов специалистов. О, validation, да, incorrect stand validation. Ну, хорошо, да, вот она закрыла соединение старое, потому что она не работала нифига, и есть шансы, что теперь наш кейклак ответит. Вот, а вы напишите в чате, сколько времени прошло, на ваш взгляд. Мне уже кажется, там час прошел, пока оно бракалось. Так, administration, консоль, administration, консоль, admin, strong password, секунду, strong password. Ну что, вуаля, наш realm, смотрите, все целенькое. Так, быстренько, быстренько, следующие сценарии. Следующее, проводим удаление и добавление узла. То есть, прямо параллельно смотрим, значит, знаем, что третий узел, ну, по сценарию сломался, прям все жесткий диск у него рассыпался или еще что-нибудь. Поэтому вот такой набор команд документации сказано, ограждаем кубе 3. Следующей командой объясняем нашему кубернетусу, что никаких ресурсов там не должно быть. Но, если честно, она будет выполняться очень долго, и мы даже не будем дожидаться ее выполнения. Вот, а просто завершим удаление вот такой вот инструкции. Завершим удаление вот такой вот инструкции. Так, далее, идем в наш кубеспрей, идем в наш кубеспрей и буквально заменяем. Идем в наш кубеспрей, открываем методичку и заменяем третий узел на четвертый. Причем я прямо в инвентарном файле это сделаю, открываю инвентарный файл. Инвентарный файл и меняю. Так, 223-й IP-адрес на 224-й. Это вот она у нас схема, да? Вот этот узел у нас сломался, все, его нету. Так, 223-й адрес, соответственно, вот он все. И меняю 223-й на 224-й. Так, меняю раз и меняю кубе 3 на... Так, сейчас, секунду. Заменить кубе 3 на кубе 4. Меняем. Да, вот везде у нас заменился. Так, сохраняю. Так, и запускаю длительный процесс. Вот он чуть ли не 18 минут сделает. Кстати, коллеги, если там кому-то надо там за ребенком в детский садик, то смело по-английски отключайтесь. Я очень рад, что вы приняли участие. Вот, ну а я тут до 8 точно буду сидеть, поэтому запускаю процесс добавления узла. Значит, в наш кластер куберната с резервного узла. И параллельно продолжаю хвалить Longhorn. Параллельно хвалю Longhorn следующим образом. Хвалю его. Значит, в Longhorn есть снапшоты. Есть снапшоты, и мы можем их увидеть в деле. Посмотрите внимательно. Значит, задумав что-то сложное, я могу сделать снапшот. Вот нахожу тома. Кстати, прямо не важно, что оно у нас в аварийном состоянии. Две копии есть, приложение работает и так далее. Я захожу в этот том. В этот том. Захожу в этот том. Так, и говорю, создай снапш... А, подождите, подождите. Сценарий, сценарий, сценарий. Так, значит, дожидаем остального... Так, создаем пользователя. Создаем пользователя сначала. Создаем пользователя. Так, идем в наш Reel. Так, находим пользователей. Создаю пользователя. Пользователь будет называться User1. Так, создать пользователя. Так, далее. Ну, даже пароль давайте мы назначим, чтобы прямо реально, значит, насколько помню, такие пароли kcpassword1 у меня были в вебинаре про кейклок. kcpassword2.1, да. Вот такой вот невременный, не пароль. Вот все, создали пользователя паролю, назначили все, все как положено. Тут задумали что-то страшное. Да, вот они у нас, юзерсы, все есть юзеры. Хорошо. Задумали что-то страшное и перед этим страшным решили сделать снапшот. Берем и делаем снапшот. Вот у нас создан снапшот. Вот. И дальше мы делаем что-то страшное. Что-то страшное удаляем пользователя. Вот только что создали пользователя. Тут же его удаляем. Прямо вот он на глазах у нас. Берем пользователя нет. Все. Delete. Нет пользователя. Ай-яй-яй. Что делать? Значит, что делать? Что делать? Берем документацию Clone Horn. Опять хорошие люди, добрые подсказали. Чтобы снапшот восстановить, надо остановить приложение. Как остановить приложение? Вот перед вами отличный способ остановки приложения. Берем и делаем количество реплик равное нулю. Останавливаем наш кейфлок. Да, останавливаем. Да, чтобы откатиться к снапшоту. Ну, это с виртуалками надо что-то подобное делать. Да, виртуалку остановить. Значит, откатились снапшоту. Дальше в Longhorn мы видим, что наш Volume теперь диаттачен. То есть не оттачен, не прикреплен никому. Дальше читаю документацию. Значит, теперь надо подключить этот Tom Attach в Maintenance моде к узлу. Кстати, про Longhorn можно много рассказывать, поэтому я такие кейсы показываю. Тут просто там можно примонтировать. Ну, короче, все. Два кейса покажу и так далее. Вот делайте так. В режиме Maintenance подключаем к узлу. Дальше, да, сейчас он подключится к первому узлу. Дальше иду, нахожу снапшот. Нахожу снапшот. И делаю реверт снапшот. Реверт, возвращаюсь, да. Реверт снапшот. Так, все, коллеги, реверт снапшот. Не верите? Давайте попробуем. Так, я сам себе не верю. Так, реверт. Да, да, конфер. Вот теперь верю. Так, и... Диатач. Открываем. Диатач. Волом. Так, где наш волом? Диатач. Отключаем. Освобождаем его. Диатач. Так, и запускаем обратно приложение. Увеличиваем количество реплик в PostgreSQL. И... Увеличиваем количество реплик самого KeyClack. Так, смотрю, что там у меня с подами. Ждем, пока запущется. Ну, а параллельно у нас тут добавляется узел в кластер. Пошли в магазин, купили новый. Так, PostgreSQL запущен. Теперь надо дождаться, когда у нас KeyClack запустится. Здесь, конечно, большая асинхронность. Они запустились так друг без друга. Один в другого потыкался, недоступен. Начал таймауты брать. Вот, сейчас PostgreSQL уже запустился. Вот, но какой таймаут взял экземпляр KeyClack, это где-то там внутри расписано. В общем, все это достаточно асинхронно. Зато ни о чем думать не надо. Все само работает. Ну, либо в этом надо убедиться. Logs. Да, ждем, пока он здесь напишет нам, что он запущен. И посмотрим, что мы с вами сделали. Мы с вами сделали снапшот, потом ударили пользователя, потом откатились на снапшот, потом должны нашего пользователя снова найти. Ну, давай, люди смотрят, заводись. Не исключено, что здесь не только кубернетис надо будет тюнить, но еще и приложение. А это, конечно, уже не так весело. Каждое приложение. Потому что вот это вот внутренняя проблема приложения. Сейчас вот, как бы, куберки. А время-то пройдет. Так, чем вас еще развлечь? Так, ну и очень неохотно. Так, ну очень неохотно у нас дают доступ к записи других преподавателей. К сожалению, этот пункт у нас уже под таким вопросом. Раньше было проще. Можно было посмотреть, как читает курс один преподаватель, другой. Ну, что-то жадничает. На торрентах. Ищите на торрентах. Все есть на торрентах. Так, ну и про то, что дома можно организовать стенд, я уже сказал. Да, и, в общем, это один из интересных вариантов компьютерных игр, по-моему. Так, ну чего, люди смотрят. Давай, в принципе, здесь можно их, конечно, пристреливать. Они будут перезапускаться быстрее. Но все-таки это не спортивно. Хочется, чтобы само, это же умная система, кубернетис. Да, смотрите, говорит, готова я. Ну, давайте посмотрим. Так, давайте посмотрим. Жизнь комната. А-а-а-а, шрамота. Почему же это она готова-то? Ну. Теперь. Теперь ингрис что-то тупит. Ну, давайте еще раз попробуем. Ну, здесь сейчас попробую кубернетис оправдать. Все-таки ресурсы настолько куцые, что не надо думать, что кубернетис плохой. На нормальном, на обычном железе все будет нормально. Так, админ, стронг, пассворда. Так, ну и чудесное спасение нашего пользователя произошло. Давайте посмотрим. Так, вот она, корпорация 13, ютерс. Ну что, вот работают снапшоты, коллеги. Помните, мы удаляли пользователя? Все помнят. А я хорошо помню. Так, снапшоты работают. Зашибись. Двигаемся дальше. Двигаемся дальше. Также здесь работают бэкапы. Бэкапы можно хранить либо в NFS, либо в S3. Ну, я решил NFS сделать, потому что и так здесь уже все сроки выходят по длительности вебинара. Поэтому идем на второй курс Линукса. Устанавливаем NFS-сервер на менеджмент станцию. Вот. Значит. Настроим экспорт каталога. Настраивать минимум уже времени тут как-то совсем не было. Экспорт каталога. Так, экспорт каталога настраиваем. Так, наши узлы из локальной сети. Вот этот варвовый выпуск. Я прям возьму готовый пример. Понятно, что какой-то специальный каталог должен быть для этого создан. Так, далее перезапускаю сервис NFS. И могу теперь в настройках лонгкорна указать бэкап таргет. Бэкап таргет будет NFS. Так. Сеттингс. Дженера. Бэкап таргет. Вот он наш. И он будет прям вот такой вот NFS. Вот такой вот. Так, сохранить. Можно посмотреть, что сейчас у нас в варвовый ничего нет. Ну, почти ничего нет. Так. И бэкап. Проводим бэкап. Резервное копирование тома. Так. Volume create backup. Так. Create backup. Так. Здесь можно добавить описание бэкапа. Метки. Ну, например, версия 1. Версия 1. Говорю окей. Так. И пошел. И пошел бэкап. Бэкап готов. Ну, там у нас данных пока с гульки нос. Вот. И здесь вот у нас бэкап тома и так далее. Так. У нас с вами восстанавливается узел. В принципе, наша цель убедиться, когда узел восстановится, что этот узел снова, не снова, а займет место среди вот этих томов. Что Volume у нас будет в нормальном состоянии. Вот. И мы это дело ждем с вами. Но параллельно, наверное, ресурсы позволят мне, наверное, позволят сделать следующее. Сделать следующее. Включаем тестовый кластер через технологию Vagrant. Значит, цель восстановить на другом кластере эти данные. Значит, второй кластер у нас в курсе развернут Vagrant. Вот я нашел каталог, в котором описание Vagrant файла есть. И увеличил количество оперативной памяти. Теперь, чтобы нам не ждать, параллельно запущу, надеюсь, что выдержит у меня система, запущу кластер Vagrant, Vagrant app. Пошел процесс. Так. Нарисую его на схеме. Значит, также у нас имеется тестовый по сценарию или игрушечный, мы его называем. Там кластер из трех узлов. Из трех узлов. Так. Значит, ноде 3. Ноде 3. Ноде 3. Ноде 2. Ноде 2. И ноде 1. Ноде 1. Так. Тоже в локальной сети он. Так. И в этой локальной сети имеют адреса 203, 202 и 201. Так. Сейчас он у нас запускается. Надеюсь, ресурсов хватит. Тут, конечно, да. Ну, наверное, хватит. Так. Для управления этим кластером используется менеджмент станции в учетной запись GitLab Runner. Ну, это исторически по курсу просто так получается. Исторически по курсу так получается. Так. И когда он у нас запустится, мы должны будем на этот игрушечный кластер установить Longhorn. До Longhorn надо будет еще и установить аискази. Аискази. Сейчас мы поставим. Итак, цель проверить, могут ли бэкапы. Да, бэкапы. Так, кстати, посмотрите, у нас добавление узла произошло. Если все хорошо, то он должен появиться вот здесь через какое-то время. Вопрос открытый, появится или не появится. Значит, аискази я туда устанавливаю. На четвертый узел это я помню. Поэтому так пальчики держим. Да, посмотрите, чудо. Смотрите, чудо творится. Прямо на глазах у вас. Так. Волум пока degraded. Давайте ждать, когда запустится. Так. Ну, это у нас старый кластер. А новый кластер. Что у нас на новом кластере? Так. На новом кластере. kubi.ktl get nodis. Ну, вернее, не новый кластер, а то kubi-кластер, а это nodi-кластер. Вот с kubi-кластера можно данные на nodi-кластер перенести или нет? Интересно же. Так. Если интересно, то, значит, мы можем через vagrant установить. Через vagrant установить айскази. Вот таким вот образом. Так. Здесь два воркера. На nodi-2 и nodi-3. Поэтому надо будет поставить айскази. Устанавливаем на второй узел, потом на третий узел. Так. И параллельно устанавливаем longhorn. Longhorn. Устанавливаем. В течение пяти минут будет устанавливаться. Так же, как на kubi-кластер устанавливали когда-то. Теперь устанавливаем на nodi-кластер. Так. Так, ну что у нас все. Смотрите, живой кластер. Все хорошо. Все узлы запущены. Все чудесно. Три узла. Все работает. Короче, можно смело снова ломать. Значит, все работало, как и работает. Пользователи все есть. Я просто перед тем, как сломать, показываю, что вот у нас было. Вот. Ну и... Все. Ломаем. Ну, ломаем. Как ломаем? Вот так вот ломаем. Берем и все останавливаем. SSH kubi-4 и нет, ноль. Останавливаем. Kubi-кластер, на котором все разворачивали. SSH kubi-2 и нет, ноль. Третий уже остановлен. Четвертый остановлен. Первый останавливаем. Все. Теперь у нас ничего нет снова. У нас есть только... У нас есть только backup. У нас есть только backup. И новый кластер. И кластер, кластер, на котором... Так. И кластер, на котором... Так. Наверное, я все-таки... Вот так вот установлю. Так. SSH ноде 3. Чтобы время не терять. Значит, на ноде 2 он ставится. Да, 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 на ноде 2. А, ну все, я здесь... Ладно. На ноде 3 ставлю. Все. Ставится. Так, это консоль. Мне туда не нужна больше. Так, ну и, значит, что еще? И графический интерфейс тоже. User Interface нам теперь нужен. Все этот ланхор нам недоступен. Все сломалось. Здесь мы кластер остановили фактически. У нас только backup остался. Вот. Поэтому, чтобы подключиться к графическому интерфейсу, мне нужно на рабочую станцию администратора скопировать. Скопировать с ноде кластера кубиконфиг вот такой вот командой, например. Убедиться, что я подключен к ноде кластеру. Да, вот видите. Другой кластер, будем говорить. Не новый, а другой кластер. Вот. Ну и запускаю прокси. Запускаю прокси. И могу подключиться к юзер интерфейсу ланхорна. Попробуйте. Попробуйте. Так, вот совершенно другой кластер из двух узлов. Все как положено. Значит, надеюсь, что за это время кубикотейл get минус н ланхорн ланхорн get под с так, кубикотейл без автоподсказки-то плохо, да. ланхорн минус систем минус систем так, ну так тут кое-что еще создается, поэтому надо дождаться, когда она создастся. Так, вроде бы создалась. Ранинг, 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 ранинг. Да, но все хорошо. Так, сразу бэкапы настраиваем. Нам же восстановить из бэкапа надо. Поэтому поэтому что мы делаем? Так, использование бэкапов. Да, открываем новые вкладки, использование бэкапов. General backup target. Указываем тот же самый таргет. Так, general backup target. NFS у нас будет. Так, создаю. Сохраняю точнее. Теперь иду в раздел бэкапы. Вот наш бэкап. Смотрите, как лихо, да. Так. И говорю restore latest backup. Так. Использовать предыдущее имя. Реплик поставим две. Кстати, по сценарию это у нас будет кластер уже работающей виртуализации. Поэтому три реплики точно нет смысла хранить. Может быть даже одной достаточно. Ну, пусть будет две на двух узлах. Вот. Говорю окей. И у меня создается том. Том. Том создается. Из бэкапа. Из бэкапа. Из бэкапа. Хелти. Сейчас он тут должен. Должен доработать и встать. И встать зелененьким. Да, вот, пожалуйста, том из бэкапа. Так. Теперь мне надо, чтобы кейклак работал. Значит, сценарий оказывается такой. Значит, для того, чтобы кейклак подхватил этот том, надо сделать pvpcs. А чтобы сделать pvs, pvs, необходимо создать namespace, прямо как который будет у гейклака. Убикател. Убикател. NS. Создать namespace. Так. И дальше для данного тома создать persistent-volume и persistent-volume-climb. Так, указываю, указываю. Они ничего не указывают. Тут он сам все подставил. Да, и namespace вытащил из бэкапа и все остальное. Вот. Из previous. Все говорю окей. Окей. Так. И теперь остается мне... И теперь остается мне... Так. Остается мне несколько вещей странных. Значит, там ingress-контроллер устанавливали из манифеста. И вот по какой-то причине вот этот validation-webhook-configuration придется удалить на нашем кластере раз. Так. После этого можно кейклак. После этого можно кейклак в кубернетис прямо так же, как мы это делали. Создаю каталог. Создаю каталог. Создаю файл values. Описание. Так. Здесь беру все осмысленно. Копирую. Оспысленно копирую. Так. Копирую осмысленно. Так. Что здесь понадобится? Логин и пароли на базу обязательно. Past-grace-контроллер. Реплика count можно не указывать 2. В нашем случае сценарий, что это кластер внутри виртуализации. Там отказоустойчивость средствам виртуализации. Storage-класс longhorn. Да. Все остальное оставляю как есть. То есть 2 кейклака точно нет смысла держать. Так. И запускаю. И запускаю. И запускаю. Helm upgrade. Устанавливаю кейклак уже на другой кластер. С данными из бэкапа. С данными из бэкапа. Прошу не забывать. Самое главное. Да. Смысл эксперимента. Так. Значит. Оно опять будет ставиться черти сколько. И чтобы в конце все заработало, нужно не забыть, что... Ну, сейчас. Сейчас он поставится. Значит, пару моментов не забыть. Мы с вами правили параметры ingress-контроллера. Если помните, здесь надо сделать то же самое. И чтобы поправить параметры ingress-контроллера, мы с вами воспользуемся вот таким хаком. Ставьте всегда ingress-is-helma. И не надо будет заниматься вот этими вещами. Так. I am. Как-нибудь дата. Вот я беру прям манифест правлю в кубернетисе. Говорю, что используй forwarded headers. Так. Хорошо. И то же самое делаю. И делаю на шлюзе. На шлюзе. На гейте. Говорю, что теперь те, кто обращаются по имени кейклак. Корпорация x.yum. Должны быть завернуты на... Не на кубик кластер. Вот видите, здесь, да? Кейклак. Корпорация заворачивали на кубер кластер. Теперь будем заворачивать на ноде кластер. На ноде кластер. Потому что кубик кластер вообще остановлен. Он больше не работает. И на этот ноде кластер передаем параметры x-forwarding. Соответственно, в сервисе хапрокси-рестарт. Возвращаюсь. Смотрю. Процесс. Смотрю за процессом развертывания кейклака. И если он закончится... Да, видите, пасгресс у нас создается, да? Если он закончится, этот процесс, то у нас будет тот же самый кейклак с теми же самыми пользователями, но уже развернут на другом кластере. На другом кластере. Так, ну и мы с вами все прошли. Ровно два часа это время не зашло. Прошло. Дожидаемся загрузки кейклак в кластере ноде. Вопросы. Через 10 минут оно должно у нас подняться. Поэтому, коллеги, кто-нибудь живой есть или нет, да? Так, вопросы. Да, да. Так, давайте параллельно по вопросам позадаем. Ну, так, вижу это самое. Насколько времени рассчитан, Юрий? К сожалению, пропустил ваш вопрос. Значит, еще минут на 7. Так, если воркера не положили сзади, что произойдет? На 2. Нет, Юрий, здесь все банальнее и скучнее. Если какие-то злонамеренные действия произошли, это все надо... На это не рассчитан, да. Значит, ну, если Postgres не сможет с базой работать, он может просто сказать, я не могу работать и не буду работать. Это не вопросы куба. Не знаю, удается ли мне объяснить. Вот, злодеи пошифровали. Нет, это все. Так, допустима ли конфигурация с доступом во внешнюю сеть файлов конфигурации Ansible, Quagranfile, Genf... Ну, надо уточнить. Во внешнюю сеть файлов конфигурации Ansible с доступом. То есть вы хотите через Ansible что-то... А, из внешней сети. Из внешней. Ну, если вы спрашиваете, можно ли из Kubernetes как-то работать с файлами, которые во внешней сети лежат, то самое простое, что приходит в голову, это NFS. NFS. Тома работают из коробки, можно все что угодно. Да, со звуком принято. Что делать? Да, значит, ну, Дмитрий, снапшоты Longhorn'а ничуть не лучше и не хуже снапшотов, привычных нам по виртуализации. Значит, если... Как бы сценарий какой? Вы делаете снапшот перед тем, чтобы что-то там страшное сделать. Вы начали что-то делать полезное, а потом сделали что-то страшное. Значит, откатиться на снапшот можно, удалив только и страшное, и полезное. Здесь никаких чудес не бывает, не может. Вот поэтому, да. Здесь, Юрий, все-таки от этого зависит. От того, как Postgres себя поведет. И Postgres даже не знает, что он в Kubernetes работает. Вот в чем прикольно. Так, Юрий, спасибо. Дмитрий, если кто еще остался, напишите, Плютик, кто еще слышит. Я просто посчитаю, выживших мне просто интересно. Заодно потяну время до момента чуда. Значит, ожидается, что у нас... Да, слушайте, ну вообще, спасибо, спасибо преподам. Нам без людей, конечно, трудно. Поэтому круто, столько народу. Я тоже дождусь обязательно. Значит, ожидается, что минут через пять кейк-клак должен запуститься. Постгресс у нас уже инициализирован. База данных там должна подхватиться. И я тогда, наверное, даже логи буду смотреть. Логи. Так, логи. Давайте смотреть логи. Вот. И если повезет, то должно подняться. Мне кажется, он еще рестартануться успеет. Наверное. А может быть и нет. Посмотрим. Так, что еще интересно вам дать такое? Я вам задачку давал. Если честно, я собираю такие задачки. Если что, присылайте. Вот можете посмотреть на вот это. Тестирование подготовки. Я так стараюсь не забывать сюда записывать разные интересные задачи. Ну, вот, наверное, план собеседования. Да. Вот. Если мне доводится это делать, то я вот примерно такие вещи спрашиваю. Но не об этом я хотел рассказать. Вот что-нибудь интересное вот такое. ПВД, да? Посмотрите. Каким-то образом мы набрали... Не каким-то образом. Каким-то образом получается, что мы набрали команду ls, а там лежит файл pvd. Еще раз. Просто файл с таким названием. Может быть, даже пустой. Вот вопрос. Что будет, если набрать звездочку? Вот такая задача. Так. Ладно. Задача прошла. А у нас с вами говорит, что запустился наш этот самый... Ну-ка, давайте. Может, удастся вебинар закончить уже. Так. Берем нашу ссылку. Берем нашу ссылку. Открываем инкогнито. Инкогнито. Так. Открываем наш кейклак настройки. Так. Админ. Астрономия. Пассворд. Так. Ну что, разве это не прелесть? Посмотрите. Совершенно на другом кластере развернут кейклак. С базой данных из FASGRI SQL. С пользователями, которые были. Ну, коллеги, спасибо. Ровно 2 часа 5 минут на вебинар. Вот результат. Значит, я рекламировал вам Kubernetes, рекламировал вам Longhorn. Я, честно говоря, просто потрясен Longhorn. Спасибо, Андрей, тебе за то, что ты мне рассказал про Longhorn. Я даже не мог поверить, что такие штуки работают. То, что здесь такие паузы большие, списываем на то, что очень нищие ресурсы. И, в общем, это самое. Так что мощно, мощно, да. Ну, Юрий, здесь про внешние файлы надо сообразить откуда-куда. Напишите. Вот вам адрес электронной почты. Можно по окончании там вебинара этот кейс разобрать. А я, наверное, на сегодня уже не способен что-то понять. Поэтому останавливаю. Коллеги, всем спасибо большое. Значит, круто, что вы вместе. Запись будет выложена обязательно. Так что, ну, в течение пару дней можно будет вернуться. Вот. Хорошего вечера, ночи, утра, дня, всего остального. Берегите себя. Вот. Всем привет. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!